О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте, у меня информация прогностического центра Метео. Дальний Восток и здесь, в Магаданской области снег и метели, но температура чересчур высокая для ноября. Чукотка получит всплеск тепла и непогоды во вторник. А на Сахалине понижение температуры. Оно продолжится в Приморье, в Хабаровском крае. При этом заметно потеплеет на западе Якутии, со снегопадами. В Читу теплый воздух придет через день. И это очень теплый воздух, аномально теплый. Причем по происхождению он атлантический. Вот так мощно работает общая циркуляция атмосферы. Для Сибири у него температурная аномалия самая внушительная. И она будет усугубляться. Главным образом в центральных районах. Это новая волна тепла, и она с обильными снегопадами. Но это Омск. Здесь пока без осадков и самый теплый день завтра. И на юге Урала в основном малооблачная погода. Температура повторит сегодняшние показатели. Европейская территория России в самом начале новой недели в неурочный температурный накал немного спадет. Сразу предупрежу, это только на пару дней перед новой теплой вспышкой. А на среду в Брянске температура тогда опять повысится до плюс девяти. Но пока о противоположной тенденции. На северо-западе в центре понижение температуры на 2-3 градуса. И все это в сопровождении небольших осадков. Но в Черноземье обойдется. И восточнее обойдется без осадков. А на средней Волге и солнца будет больше. И там о снижении температурного фона пока не говорим. На севере осадки преимущественно в виде снега. И от плюс трех в Вологде до минус восьми в Иркуте. На эго температура прибавит 2-3 градуса. Это заслуга солнечной погоды. Только в Крыму и при Азове небо затянет облаками. И местами пройдут небольшие дожди. И о погоде в столицах. В Петербурге завтра максимум плюс два, плюс четыре. Порывистый ветер и временами осадки. В Москве плюс 3-5 с небольшим дождем. Новый сплеск тепла ждем в среду. У меня пока все. Смотрите погоду на НТВ. О погоде. Европейская территория России. Прогнозы говорят, что в начале новой недели внеурочный температурный накалнинг спадет. На три дня. Перед новой теплой вспышкой. Она намечена на четверг. В Туле температура опять повысится до плюс восьми. Правда, потом быстро рухнет. Но пока о самом ближайшем. На северо-западе, в центре, в понедельник понижение температуры на 2-3 градуса. И все это в сопровождении небольших осадков. Ну, в Черноземье обойдется и восточнее без осадков. На Средней Волге солнца будет больше. И там о снижении температурного фона пока не говорим. На севере осадки преимущественно в виде снега. В Мурманске и Архангельске завтра 0,1. На юге температура прибавит 2-3 градуса. Это заслуга солнечной погоды. Только в Крыму и при Азове небо затянет облаками. И пройдут дожди. В Петербурге завтра максимум плюс 3,5. Порывистый ветер временами осадки. И в Москве небольшие осадки и плюс 3,5. Температура выше стандартной для этих дней. О погоде все. Здравствуйте. С вами Анастасия Лыренова. На Дальнем Востоке штормовая погода в Магаданской области. И на Камчатке. И там аномально тепло. На юге морозный и снег лишь местами. Но к Байкалу уже идет волна тепла. В центре Сибири температура местами выше нормы на 15-18 градусов. Тепло и на юге. Но сыро и очень ветрено. На Урале везде выше нуля. Осадки только на севере. На европейской части циклоны уходят на север. Там оттепель и осадки. На северо-западе и в центре тоже не обойдется без осадков. И температура слегка понизится. Но все равно местами до плюс 6. На юге плюс 5,10. В Сочи плюс 16. На большей части пока солнечно. Дожди начнутся в Крыму и в Приазовье. В Санкт-Петербурге осадки. И плюс 2,4. В Москве плюс 3,5. Небольшой дождь.